Манометры, трубы, счетчики, всевозможные проводки. Нет, это не элемент чего-то космического, это новая лаборатория. Отныне здесь, в Государственном техническом университете, будут проводиться практические занятия и экспериментальные лабораторные работы. Конструкция – это новейший автоматизированный тепловой пункт. Его появление повысит качество образования будущих инженеров и обеспечит залог успеха подготовки профессиональных кадров. Для учреждения образования это событие, безусловно, важное. Мы видим такую необходимость постоянно находиться на острие прогрессов, потому что жизнь такая, что очень быстро происходит остаревание технологий, оборудование и так далее. Поэтому учить студентов на оборудовании прошлого века, ну это как минимум. Не то, что неправильно, даже как-то не солидно. Мы ежегодно проводим анкетирование студентов и спрашиваем их, что плохо, что бы вы хотели, чтобы мы поменяли будущие годы при обучении ваших последующих поколений студентов. И они говорят о том, что они больше хотят практики, конечно, больше увидеть вживую, и поэтому мы к этому стремимся. Мы стараемся студентов обучать достаточно современно. Мы ходим на экскурсии, смотрим современные тепловые пункты. Однако, конечно, такой тепловый пункт иметь в лаборатории была наша мечта. И мечта сбылась. Благодаря инвестору, тепловой пункт – подарок Брестскому учреждению от группы компании «Теплосила». В настоящее время столичное предприятие является одним из крупнейших производителей и поставщиков как отдельного оборудования, так и полностью готовых блочных тепловых пунктов. Работают не только в Беларуси, в России, Казахстане, Монголии. Большое внимание группа компании «Теплосила» придает белорусскому образованию и подготовке будущих кадров. Мы посетили кафедру, университет. И что мы увидели? Мы увидели людей, очень заинтересованных, увлеченных этим процессом. Мы тоже люди вовлеченные в этот процесс, мы все инженеры. И мы инженерная производственная компания. И нам это было приятно. Мы увидели, что люди здесь стремятся носить что-то новое, очень болеют за учебный процесс. И потому мы решили помогать и содействовать. Ну, это один момент. Второй момент. Мы, конечно, остро очень чувствуем нехватку инженерных кадров. И с этим сталкиваемся в работе, ну, фактически ежедневно. И, конечно, заинтересованы как глобальным, так и в конкретно нашем случае, чтобы их было больше. Ежегодно из стен университета выпускаются свыше 1200 студентов. В настоящее время проходит обучение около 7 тысяч. Залогом успеха завтрашнего дня для студентов и университета является техническое перевооружение. За последний год у нас открыто, ну, у нас 5 лабораторий, 3 еще находятся в проекте. Это не только лаборатории, это центры, это центры на территории наших партнеров, филиалах. Так или иначе, вот в различных областях, в IT-технологии, в робототехнике. Как видите, сегодня это технологии, связанные с теплоснабжением. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.